активное влияние на отношения ученика-учителя, и, соответственно, речь идет об экосистеме образования, не только в плане образования, но и эмоциональных, социальных аспектов, и это также касается родителей, собственно, преподавателей, администраторов, всех, кто создает эту обучающую среду. Я на этом хотел бы завершить свое выступление. Спасибо за ваш вклад. Большое спасибо Фрэнку, Наталье, Валентину и многим другим коллегам из Иската и переводчиков, которые сделали возможным такую нашу сессию. Большое спасибо. Спасибо. И теперь я думаю, что теперь мы можем перейти в офис регионального координатора по Узбекистану. Речь идет о ЦУР номер 14 подводной жизни. Пожалуйста. Извините, есть определенные проблемы технического характера. Добрый день. Добрый день. И благодарю Иската и всех соорганизаторов этого субрегионального форума. Перед тем, как предоставить информацию о нашей сессии, я хотел бы поблагодарить всех участников. И действительно, мы говорили о ЦУР 14, о подводной жизни, которая весьма уникальна для субрегиона. И мы, соответственно, фокусировались на трех вещах в нашей дискуссии. То есть мы начали нашу сессию с вопроса о том, расскажите что-нибудь о жизни под водой в вашей стране. Как вы видите, здесь вы видите от вопросов биоразнообразия дельфинов, рыб различных, а также речь шла и о реках в регионах и о разных мероприятиях, которые касаются этих водных ресурсов, которые также распространяются на вопросах гидроэнергетики, транспорта, прежде всего артерий, передающих газ и нефть вдоль рек. И также речь идет о субрегионе, о том, что субрегион предоставляет важные вопросы, связанные с прибрежным туризмом. И не все флаги стран-участник показаны здесь. И здесь мы видим, прежде всего, участников с Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, которые рассказали об 14-й цели устойчивого развития и ее решения в соответствующих странах. С этой точки зрения, каким образом мы понимаем жизнь под водой и что участники думают по этому поводу, и каким образом деятельность человека влияет на подводную жизнь, которую мы можем определить в тех водных резервуарах, которые находятся в регионе. Есть определенные преимущества, связанные с пандемией COVID-19, но также и негативное влияние из-за более жестких ограничений. Как из Туркменистана участник отметил, что из-за закрытия и локдауна международный туризм практически прекратился в прибрежные регионы Каспийского моря. Также была дискуссия относительно того, что мы знаем сейчас о биоразнообразии под водой. Действительно ли мы хорошо разбираемся в этой ситуации и влияние пандемии на население прибрежных регионов? В настоящее время это пока неизвестно. Может быть, из-за того, что имеются ограничения и невозможность для различных организаций проводить такую оценку на местах. Также очень важный момент, который выходит из нашей дискуссии, заключается в том, что касается влияния на социально-экономическую сторону жизни людей. Участники группы говорили о взаимосвязи между ЦУР-14 и другими ЦУР, потому что было уже сказано о влиянии засухи и каким образом засуха может влиять на подводную жизнь. Были также отчеты о большей потребности в чистой воде в регионах. И также речь шла о доступе к такой чистой воде. Иногда это очень сложно достигнуть и как это влияет на подводную жизнь. То есть это различные аспекты того, каким образом COVID-19 влиял на жизнь под водой. Мы называем это ЦУР-14 и влияние COVID-19 на жизнь под водой. И, основываясь на этих воздействиях, группа пыталась оценить, во-первых, первый вопрос группы, какие действия, меры предприняты для устранения последствий COVID. И здесь речь прежде всего шла о том, какие меры должны быть предприняты для того, чтобы решать воздействие COVID-19 на подводную жизнь и те мероприятия, которые необходимы для вот этих вот разных ресурсов водных. Здесь несколько вопросов отмечалось. Это прежде всего проведение исследований, также больший акцент на биоразнообразие подводной жизни, потому что пока мало данных по этому поводу, имеются ограниченные ресурсы относительно оценки жизни под водой в регионе. Для этого нужны новые исследования. И еще одна озабоченность высказывалась о том, что необходимо поддерживать экономически и социально жителей прибрежных регионов, потому что они действительно сильно пострадали от пандемии. И соответственно имеются у них ограниченные ресурсы в плане поддержания жизни под водой. И также речь шла об оценке достижений ЦУР в субрегионе. В настоящее время речь идет о том, что большинство ЦУР в разных странах, они фокусируются прежде всего на выполнении ЦУР через призму потребностей людей в природных ресурсах. Например, ЦУР-14 может быть соответственно в таком фокусе и оценке. И также смотрите на финансовые варианты поддержки через призму разный ЦУР. В частности, ЦУР-14 мы говорим о том, чтобы никого не оставить в стороне. И здесь очень важно посмотреть на финансовые варианты поддержки. Таким, я хотел бы сейчас на этом остановиться. Вот несколько выводов, которые я могла бы представить из нашей дискуссии. Во-первых, очень важно подчеркнуть того, что мы не можем ЦУР выполнять в изоляции друг от друга. ЦУР-14 это очень хороший пример. Как вы видите, основываясь на нашей дискуссии, мы видим взаимодействие ЦУР-14, 15, климатические изменения, ЦУР-6, вода и санитария, и ЦУР-7 по вопросам энергетики. Так что я думаю, что вот такие основные выводы с моей стороны. Также очень важно посмотреть на взаимодействие подводной жизни с жизнью на Земле. И, соответственно, на самом деле сложно разделить эти два параметра, когда мы говорим о воздействии на жизнь под водой и, соответственно, отделить это от жизни на поверхности Земли. Вот что касается моих выводов относительно дискуссии. И еще раз благодарю всех участников нашей группы. Большое спасибо Эската и всех соорганизаторов этого хорошего форума и за приглашение участвовать в нем. Большое спасибо за ваши выводы. И теперь я хотел бы представить слово госпожа Айне Сейтелиевой о том, чтобы вы рассказали о вашем обсуждении ЦУР-5. Спасибо, Джулет. Мне очень приятно рассказать о ключевых выводах, дискуссии нашей группы по ЦУР-5, что, как вы все знаете, гендерное равенство. Страны представляли разные организации и говорили о разных вызовах, и, в частности, о том, каким образом пандемия обязательно влияет на процесс гендерного равенства в регионе Северной и Центральной Азии, в частности, о том, что невозможно выполнение повестки дня развития 2030 без ЦУР-5. В частности, представители стран подчеркнули важность общего подхода к этому вопросу для того, чтобы достигнуть устойчивого развития в целом. Мы согласились, что пандемия COVID-19 – это не только вопрос здравоохранения, но это большое потрясение всем секторам экономики и общества, которые ухудшают ситуацию с равенством женщин и девушек во всех сферах, учитывая экономическую ситуацию с женщинами и девушками и их социальный статус. Как подчеркивали спикеры, это очень взаимосвязано с другими ЦУР. Ответные действия на пандемию прежде всего должны учитывать адресную поддержку женщин и девочек, и, соответственно, это один из важных выводов нашей дискуссии. Также наша группа уже говорила о существующих неравенствах и диспропорциональном воздействии пандемии на женщин, усугубляющие гендерные и другие формы неравенства в обществе. Таким образом, эта общая система ЦУР в регионе фокусируется на том, чтобы сделать наши обязательства, трансформировать их конкретные действия по преодолению гендерного неравенства, и это касается гендерного равенства ЦУР-5 и многих других вызовов, связанных с глобальной пандемией. Итак, мы коротко обсуждали и другие ЦУР, в частности, один о необходимости признания дополнительной поддержки со стороны правительства в отношении женщины. Это особенно касается неоплачиваемой работы по уходу, это касается также отсутствия доступа к достойной работе у женщин и их недостаток, их покрытие социальными выплатами. Мы говорили о малом бизнесе и в целом о женском предпринимательстве, где женщины более представлены. Было несколько интересных примеров из Азербайджана, когда коллеги говорили о государственных гарантиях и субсидированных займах предпринимателям. Согласно этому, этим правилам, субсидии такие представляются при предпринимательном время пандемии. Также мы обсуждали потенциал и возможность системы здравоохранения. Также это включает и доступ женщин к получению услуг здравоохранения и отсутствие ресурсов или недостаточность ресурсов. Мы также обсуждали ЦУР-4, так как многие меры, которые были внедрены в странах на первоначальной стадии, и закрытие образовательных учреждений и школ на различных уровнях. И это, конечно же, привело к тому, что многие ученики не смогли участвовать в тех методах и форматах, которые были предложены для дистанционного обучения. Это касается и качества удаленного образования, электронного образования. У нас также были различные опыты из Министерства образования Кыргызской Республики, когда это касалось и пересмотра многих материалов учебных в Кыргызстане с учетом гендерного фактора. Мы также рассматривали ЦУР-5, включая бытовое гендерное насилие. И появляющиеся данные показывают, что действительно наблюдается очень резкий всплеск насилия против женщин и девочек. И это причина для того, чтобы выделить дополнительные ресурсы и механизмы для защиты женщин и девочек. Например, интересные примеры в Азербайджане и Туркменистане, которые поделились с нами своим опытом в услугах горячей линии для женщин и девочек, а также для лиц с инвалидностью. Также мы вкратце обсудили ЦУР-17 для того, чтобы создать точную картину вспышки и ее последствий. Фактически необходим доступ к дезагрегированным данным по полу, и возрасту, и местоположению, а также данным по дискриминации в обществе. Фактически это было очень краткое изложение. Благодарю за всех представителей, которые поделились своим примером. Слово вам, Джулет, пожалуйста. Спасибо, спасибо большое за это краткое изложение. Это действительно очень было интересное обсуждение. Я хотела бы предложить господина Раушана Нурмухамеда из Туркменистана для того, чтобы объяснить, что же обсуждалось в рамках ЦУР-15. Вы знаете, мы уже отстаем по времени. Очень краткое, пожалуйста, изложение. Пожалуйста, слово вам, господин Раушан. Спасибо, Джулет. Да, очень приятно было выступить модератором нашей группы по обсуждению ЦУР-15. Я благодарю своих коллег, которые, Бишва Тиарик, которые также явились соумодератором в наших обсуждениях. Мы обсуждали ЦУР-15, охрана экосистем суши, включая природные, городские и сельские ландшафты. Началось это с положительного эффекта COVID-19 на нашу природу. Особенно улучшение качества воздуха наблюдалось. В основном потому, что, вы знаете, из-за ограничений и локдаунов при COVID-19, потому что ограничения путешествий, перевозок, переездов, перелетов, автомобилей, движения автомобилей, это, в общем-то, был положительный эффект этих ограничений. Однако, с точки зрения мер восстановления, после COVID-19 было отмечено, что многие правительства предприняли меры в социальном секторе, образовании и здравоохранении, а меньшее внимание было уделено экологическим вопросам. Сейчас, возвращаясь к нашим соображениям и проблемам, было отмечено, что в крупных городах все еще остаются большие проблемы, особенно в области, в секторе строительства. И, как мы знаем, в казацких районах строительство одной из самых динамично развивающихся сектора. И, примером, было то, что одна строительная компания должна была вырубить многие деревья и осушить водоемы для того, чтобы освободить три строительных площадки. И в качестве реагирования на такие поступки, на такие действия, государство приняло указы по защите деревьев. Например, Туркмейстан, несмотря на ограничения пандемии и ее воздействия, продолжается кампания по посадке деревьев. И правительство поддерживает инициативу, содействует инициативе по посадке несколько миллионов деревьев. И также в Армении проводится программа по сокращению, по поддержанию качества экосистем. В Казахстане проводится содействие промышленному развитию с применением энергоэффективных методов и практик, что оказывает меньшее время на природные ресурсы. Также было отмечено в наших обсуждениях, что комбинации в сочетании с воздействием глобальной пандемии, особенно в регионах Центральной Азии, дефицит водных ресурсов, конечно, остается большой проблемой и в результате изменения климата. И, конечно же, это включает и вопрос борьбы с опустыниванием во многих соответствующих странах. А теперь, возвращаясь к рекомендациям, которые группа подчеркнула для рассмотрения стран, учета стран, одна из рекомендаций – это внедрить параметры качества для оценки работы городских и сельских органов управления, потому что в настоящее время они просто оценивают по количественным параметрам, например, по объему производства и так далее. Но было сказано, что параметры ЦУР должны необходимо интегрировать в системы оценки или же обеспечения качества работы соответствующих органов. Также было отмечено, что правительство, должны уделять больше внимания креплению работы по системе охранных территорий. И хороший был пример приведен из Казахстана, где страны очень успешно внедряли проект по защите, по охране САЙГИ, который относится в Красной книге. И там действительно входит в Красную книгу и действительно запрет охоты на САЙГА в весеннее время. И, конечно, специальные меры, особые меры были внедрены в систему охранных мероприятий, и это работает. Также было рекомендовано, чтобы больше внимания, больше внимания уделялось стимулированию инвестиций для того, чтобы содействовать более эффективному развитию зеленого электротранспорта и применению других практик и зеленых технологий. Конечно же, у нас будет минимальный эффект на качество жизни на суше и биологическое разнообразие. Конечно же, остаются, конечно, это основные результаты наших обсуждений. Я хотел бы попросить моих коллег из группы, может быть, они хотели бы что-либо добавить, если что-то я упустил из виду. Но я надеюсь, что я ничего не выпустил. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, спасибо большое за ваше краткое изложение. И, как вы видите, еще раз спасибо всем нашим участникам и модераторам, которые и вашим обсуждениям, которыми поделились, вашими инсайтами, которые поделились. Вы видите вот здесь ссылку на оценку сессии, короткую анкету для оценки сессии. Мы хотели бы услышать от вас ваши отзывы для того, чтобы улучшить нашу работу. Буквально несколько минут вашего времени это займет для того, чтобы оценить работу этой сессии. Пожалуйста. Пройдите по ссылке. И чтобы сэкономить время, я хотела бы поблагодарить всех еще раз за ваше участие. Мы видели экспертов и обсуждение, примеры стран или субрегиона, которые подчеркнули необходимость сохранения экосистем и построения отношений с природой для того, чтобы ее восстанавливать. И, конечно же, возможность человека, как касается и образования, и гендерного равенства. И все эти цурк взаимосвязаны. И пандемия предоставляет возможность получению системы, систем и возможности для трансформации, для преобразований. Сейчас, когда все это находится в таком разорванном состоянии, мы можем это восстанавливать с соответствующим образом. Спасибо всем за ваше участие. И надеюсь, что вы сможете присоединиться на следующей сессии. Я хотела переехать слово моей коллеге Наталье для того, чтобы она рассказала вам, что же последует далее. Спасибо большое, Джулиет. Уважаемые участники, пожалуйста. Вы видите ссылку на оценку в чате. Сейчас, пожалуйста, мы подождем буквально пару минут и дадим вам возможность заполнить эту анкету краткую. И, пожалуйста, затем у нас будет несколько минут перерыва перед тем, как мы перейдем к сессии третьей. Буквально две минутки мы помолчим. И, пожалуйста, заполните оценочную форму, анкету и пройдите вот по этой ссылке, которая представлена в чате. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 большое за то, что заполнили анкету. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за то, что заполнили анкету. И с этим, я думаю, мы давайте посмотрим, есть ли у нас скриншот. Давайте мы сделаем, давайте, пожалуйста, Джулит, слово вам. Пожалуйста, те, кто хотел бы, мы хотели бы увидеть, может быть, ваши лица, мы хотели бы сделать фотографию и скриншот всех, кто был с нами, присутствовал на этой сессии, пожалуйста, можете включить и камеры, если вы хотите. И мы сделаем скриншот, сделаем такое групповое фото, таким образом, все, кто присутствовал сегодня, пожалуйста, включите ваши камеры, те, кто хотели бы быть запечатлены на этом скриншоте. Хорошо. Давайте улыбаемся. Мы буквально сейчас страницу за страницей должны скриншотить. Ну, замечательно, спасибо всем, спасибо вам всем. И, пожалуйста, можете, как бы, увидимся на следующей сессии. Спасибо еще раз. Хорошо. Спасибо большое, Джулия, спасибо большое коллеге. Это была очень, это была замечательная сессия. И всегда просто являться модератором, вступать в качестве модератора, потому что иногда, я думаю, что люди, может быть, слишком смущаются, предпочитают помолчать. Но, с другой стороны, у нас сейчас будет трехминутный перерыв, пожалуйста, вы можете взять кофе, сделайте, что вам нужно сделать, и вернемся. Начнем сессию третью через, так, без двадцати пяти. 15.35. Пожалуйста, возвращайтесь через три минуты. 15.35. 30. talkin' Продолжение следует...